В эфире программа «Сделанная в Вятке». Он сегодня произносил уже в эфире слова приветствия, но поздороваясь еще раз. Здравствуйте, добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. Спустя две недели очередной выпуск программы «Сделанная в Вятке». И здесь, в студии, мы находимся вместе с Михаилом Судовиковым, директором Кировского областного кривического музея, доктором исторических наук, профессором кафедры отечественной истории ВятГГУ. Добрый день, Михаил Семенович. Здравствуйте. Для тех, кто впервые слышал эту программу, несколько выпусков у нее уже было. Мы говорим в рамках этой программы об истории вятского предпринимательства. Начали мы с самых истоков, говорили о развитии в 17 веке, в 18 веке, вот как раз таки в прошлой программе. Ну, а сегодня у нас 19 век. Но мы решили сузить все-таки первая половина 19 века. Вообще, в целом, 19 век – это один из самых ярких периодов отечественной истории, безусловно. И что уж говорить, много знаковых событий, имен именно предпринимателей, в том числе в нашей вятской губернии. Безусловно, мы сегодня будем говорить о Ксенофонте Алексеевича Анафилатове, основателе первого общественного банка в Российской империи, который сделал очень многое в этом смысле. Заканчивали мы, если подводить итог предыдущей программы, то главными итогами 18 века можно назвать, в частности, уже появление на нашей территории промышленного производства. То есть это не только уже сельское хозяйство, торговля зерном и так далее, но промышленное производство тоже активно уже в первой половине 19 века начало развиваться. Давайте отталкиваться уже. Да, это действительно так. И в первой половине 19 века примерно существовало, если мы возьмем где-то в 1810-е годы, к примеру, порядка 100 крупных предприятий, и более половины предприятий принадлежали купечеству. Причем, ну поскольку на Вятской земле не существовало крепостного права в традиционном понимании, то в основном промышленные предприятия были капиталистическими, то есть они основывались на свободном вольном труде. Вот, хотя крепостные производства тоже существовали, и вот на Вятке очень ярко, ну как и в другие эпохи, прослеживались основные черты развития предпринимательства в целом российского масштаба, потому что в первой половине 19 века начинается в России промышленный переворот. Да, в истории уже установился этот термин. Да, и на примере Вятки какие-то отдельные моменты, отголоски, начало промышленного переворота можно тоже очень ярко пронаблюдать. И в чем это проявилось? Это проявилось в том, что многие производства, причем, казалось бы, совсем недавно основанные, стали закупать промышленное оборудование. На Вятке появились иностранные специалисты, которые это оборудование привезли. Ну вот яркий пример, мы упоминали уже фамилию Машковцевых, один из самых купеческих семей, да? Да, вятских промышленных семей, очень известный род был. И Машковцевых были владельцами мануфактур по производству бумаги. И в 20-е, 30-е годы как раз вот они закупают новое оборудование. Ну, по некоторым сведениям, это оборудование было привезено из Англии. Зарождение этих мануфактур по производству бумаги, это как раз-таки начало, да? 19-е годы, первые годы или все-таки конец еще 18-го? Конец 18-го века, ну, я думаю, тут не надо объяснять аудитории, почему именно бумажное производство... До этого на территории нашего региона бумага не производилась. Не производилась. Безусловно, потребность в этом существовала. Да, в связи с развитием бюрократического аппарата, созданием губернии, открытием присутствных мест бумаги, конечно, уже не хватало. Вот, и здесь вязкие купцы, в общем-то, сориентировались хорошо, вот, поняли, куда можно вложить свои деньги. Вот, и в 20-е, 30-е годы начинается реконструкция на некоторых предприятиях. И вот на бумажных мануфактурах Машковцевых, которые располагались в Вятском уезде, вот, появляется, ну, например, вот, баварский подданный Иоганн Раш. Это тот самый Раш, в доме которого проживал в ссылке Садыковщедрин, когда здесь был. И вот Иоганн Раш был баварским подданным, и сюда он приехал на бумажные фабрики Машковцевых, с тем, чтобы вот налаживать оборудование. Купил здесь дом во второй части города Вятки. Ну, слушатели, наверное, знают, кто занимается историей, что наш город по оврагу засора делился на две части, и как раз вот та часть, где был куплен дом Раш, он располагался во второй части. Этот дом сохранился, дом-музей Садыковщедрин, где буквально на этой неделе вручали литературную премию. Евгению Гришковцу. Вот это тот самый дом, который был куплен Рашем в 1930-м. Я поясню, почему с такой теплотой Михаил Сергеевич говорит об этом доме, все-таки он входит в структуру областного края человеческого музея, да, в Садыковщедрин. Да, да, да. Музей Садыковщедрин – это один из наших отделов, это литературный музей, вместе с музеем Александра Степановича Блина, куда мы всегда приглашаем. А этот баварец, он по собственной инициативе сюда приехал, или все-таки это было приглашение Машковцева, вышли на него? Это было приглашение Машковцева, вот, и враж как-то вот здесь прижился, вот, и значился в документах как домовладелец, вот, и он служил на заводах Машковцев. Ну, и вот эти процессы, которые происходили, промышленность, они как раз и характеризовали начало промышленного переворота на Вятской земле, и купцы тут, в общем-то, были одними из проводниками вот этого очень важного экономического явления. Кроме бумажных мануфатур, какие еще предприятия имели большую значимость? В большом количестве открывались салотопельные предприятия. Топление сала? Да, топление сала, вот таких предприятий особенно много было в начале XIX века. Вот сало вывозилось в Архангельский порт и отправлялось за границу. Существовал, очевидно, спрос. Спрос на топленое сало, причем, ну, вот, по некоторым данным, в 1810-е годы 60% экспорта через Архангельский порт было связано именно с вятским салом. Так, давайте проведем параллели. Ну, сейчас многие там сало используют в кулинарных целях, да? А вывозилось-то, это все-таки, наверное, не в первую очередь приготовление пищи, из производства, не знаю, свечей. Ну, да, да, то есть сало вывозилось как сырье для предприятий в Англию, в Голландию, ну, вывозилось, наверное, отчасти и в кулинарных целях. Вот, и вот небольшие маленькие заводики существовали во многих купеческих усадьбах прямо в городе. Вот, заводики, где работало по 3-4 человека, вот, ну, вместе с тем, вот, вятское сало в начале 19 века получило широкую известность, ну, далеко за пределами... А сырье, сырье, хочется спросить, для производства сало, это свея? Ну, да, это животноводство, которое у нас в вятке здесь развивалось тоже очень интенсивно. Вот, регион сельскохозяйственный, и как раз, вот, где-то с конца 18 века животноводство испытывает, в общем-то, подъем, и это было связано с развитием как раз вот предпринимательской деятельности. Ну, подъем, в первую очередь, по численности голов, как это говорится, да? Да, по численности голов. Знаете, у нас еще ведь и города были сельскохозяйственного типа, но это сейчас мы уже как-то стали привыкать, что дома стоят близко друг к другу, вот, а купеческие усадьбы в начале 19 века зачастую занимали целый портал, вот, то есть, по сути дела... Но здесь было все, и приусадебные участки, и какая-то ферма, хлев, загоны, все возможные, да? Да, 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 и места для отдыха, то есть, это, ну, были действительно очень большие территории, где ввелось и сельское хозяйство, да, и купцы вот на своих усадьбах организовывали заводы, и порой держали скот, вот, и, в общем-то, это было очень все характерно для вятки именно 19 века. Ну, раз так много мини-заводиков по производству салов было, значит, это было выгодно напрашивается вопрос? Да, это было выгодно, и это пользовалось спросом от фархангельского порту, поскольку, ну, этот порт являлся традиционным местом вывоза вот ядской продукции. Это салов скупали купцы, которые имели право, да, торговать с зарубежными странами просто-напросто? Да, это были купцы первой и второй гильдии, вот, и, ну, что касается вот купцов-аптвифов, то это были все-таки купцы первой гильдии, которые вот совершали непосредственно поездки в Архангельск. Ну, и таким образом промышленность явилась одной из форм предпринимательской деятельности в ряду с торговлей. Мы с вами говорили вот в предыдущие эфиры, что вот на торговле делались большие капиталы. Вот, ну, появились и другие виды предпринимательской деятельности. Например, в первой половине 19 века купцы очень активно вкладывали свои капиталы в сферу услуг. В Ядской губернии появились гостиницы. По данным на 1842 год, всего в Ядской губернии было 11 гостиниц и 12 городов. То есть практически в каждом городе была гостиница, вот, и купцы, это были купцы третьей гильдии, которые имели право владеть гостиницами, харчевнями, вот, и они, в общем-то, занимались вот этим бизнесом. А что представляли собой эти гостиницы, харчевни – это здания, которые изначально, то есть заново строились, или они открывались в каких-то уже существующих постройках? От существующих постройках, в основном, это были, в общем-то, дома самих купцов, поскольку усадьбы были большие, это были и флигеля, вот, и эти гостиницы располагались на усадьбах купцов, то есть это были частные здания, вот, это были частные заведения, ну, другими словами говоря, гостиницы – это современный термин, это были постоялые дворы, да, то есть там, где можно было переночевать, покушать, вот, ну, и таким образом, вот, сфера услуг, она тоже развивалась, вот. Вот, кроме того, купцы третьей гильдии, ну, вкладывали свои средства в организацию и в баню, существовало такое понятие, как торговая баня, ну, то есть вот… за деньги, за деньги можно прийти, собственно, процедура соответствующая получилась. Да, было туда прийти, то есть это тоже был источник накопления капитала. Ну, как бы сейчас сказали, социально ответственный бизнес в бане, да, потому что всегда у людей есть потребность быть чистым, а вот тут, пожалуйста, у тебя. Ну, наверное, много на этом не заработаешь. Вот, ну, не случайно, что это были купцы третьей гильдии. Ну, как правило, у предпринимателей было несколько источников накопления капитала, занимались сразу несколькими делами, и, ну, это было понятно, скажем, если торговля не пошла сельскохозяйственной продукцией, потому что были и урожаи, вот, то средства можно было получить от промышленной деятельности. Так, какие еще виды промышленной деятельности? Мне приходят на ум там веховщики те же самые кожевинные производства. Это же тоже все в это время, да, развивается активно? Да, это тоже все в это время активно развивается. Ну, были традиционные уже предприятия, это металлургическое производство, вот, о чем мы тоже с вами говорили. Вот, ну, вот именно салатопенное, клееваренное производство в тот период получило все-таки больше. А клей? Клей куда поступал? Наибольшее, наибольшее развитие. Клей тоже поступал в Архангельск. Ну, в первой половине XIX века Вятка активно торговала еще и на различных ярмарках. Ирбитская ярмарка на границе Урала и Сибири, вот, Макарьевская ярмарка и поэтому… В Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде, да. И поэтому вот авиатская промышленная продукция вывозилась еще и туда. Ну и кроме того, очень активно у нас развивался и внутренний рынок. И для первой половины XIX века было характерно, что практически во всех авиатских городах появились торговые ряды. Вот, многие купцы первой гильдии, если раньше… Они носили круглогодичный характер или сезонный? Да, значит, лавки работали круглогодично, то есть на постоянной основе. Это современные магазины. Да, это современный магазин, по сути дела. И купцы первой гильдии, если раньше они были ориентированы на вывозную торговлю, то в первой половине XIX века они уже и строят свои лавки, открывают. И здесь преуспели купцы Машковцева. По данным, на 1810-е годы у Машковцевых в одной только вятке было более 30 лавок. Причем лавки были как каменные, так и деревянные. В общем, Машковцевы такие сетевики, да, предпринимательные? Ну да, если… Говорить современными законами. Да, применять современную технологию, то вот это действительно было так. Вот у нас Машковцевы все время фигурируют. Они отличались какой-то особой, не знаю, прытью, особым талантом предпринимательским? Или они имели какое-то покровительство? В чем секрет их успеха, что ли? Ну, секретов много. Они торговали сразу, ну, как бы мы сейчас сказали, торговым домом, да. То есть они не делили свои капиталы, вот. Как раз вот в первой половине 19-го века процветала торговля братьев Машковцевых. Наиболее известные – это Степан Яковлевич, Федор Яковлевич, Афанасий Яковлевич и Машковцев. Они были у них еще брат Филипп. Вот. И как раз вот эти четыре брата занимались и торговлей, и промышленным производством. Вот. Это были активные общественные деятели. Все они в тот или иной период избирались городскими головами. В годы правления Екатерины Второй по жалованной грамоте городам открывались городские думы как раз вот. И в городах городской губернии тоже появились такие органы местного самоуправления. Они были в основном кубические. Слушайте, но ситуация практически не изменилась. Давай вообще, можно сказать, не изменилась. В наше время люди богатые, предприниматели тоже имеют непосредственное отношение к власти. Тоже городской думе присутствует в настоящий момент. То есть похоже очень. Ситуация похожая. Вот. И для города в тот период это был большой плюс. Потому что многие предприниматели очень хорошо знали о городских нуждах. Вот. И активно стали заниматься благотворительной деятельностью. Вкладывать свои средства в то, чтобы город был чище, хорошо. Ну, например. Про XVII век мы с вами говорим. В первую очередь это строительство сухских храмов. Да? Вот этот благотворительный статут. Какие стороны жизни? А здесь… Более какие-то приземленные уже? Конкретные дела. Более приземленные, связанные, как сейчас часто говорят, с милосердной деятельностью. Вот в первой половине XIX века купцы стали организовывать всякого рода богоугодные учреждения. Ну, например, вот одна из первых богоделин, ну это приют для бездомных, была организована в городе Орлове купцом Иваном Петровичем Сенцовым. Вот, он на свои деньги построил такое заведение, вот, в котором пребывало до 40 человек, ну, причем, как вот в документах указывается, было мужское и женское отделение. То есть следили за тем, что моральные нормы соблюдались? Да. Бездомные получали бесплатно ночлег, вот, и питание. А вообще откуда брались бездомные? Ну, в настоящее время мы знаем, ну, жертвы черных риэлторов, да, так называемых, ну, просто вот решил порвать в связи со всеми миром. Да. Источники пополнения рядов бездомных. Первой половине XIX века наблюдался рост, вообще численности городов. Ну, были бедные люди, вот, иногда и сельские жители, вот, и, ну, причин, причин было очень много. Ну, в том числе пристрастившиеся к вредным, да, каким-то привычкам? К вредным привычкам, да, такие тоже были. Ну, это могли быть и раззарившиеся, там, жили местники, вот, крестьяне, не уплатившие налогов, да, и ушедшие в города в поисках средств, но ничего не нашедшие. Вот, и, ну, много-много. Ну, в богодельниках жили не только бездомные, там жили и люди больные, неспособные за собой ухаживать, одиночные люди. Вот, поэтому, в общем-то, это действительно были очень важные такие учреждения в социальной сфере. Вот, в Вятке то же самое, в 1831 году был открыт такой же вот дом, вот, Вятская богодельная купцом Ивана Васильевича Ермолиным. Вот, который, в общем-то, полностью содержал на свой счёт, на свои средства, вот, такое заведение. Какие ещё виды благотворительности, кроме годелин, заботы и бездомных? В первой половине XIX века на Вятке появляются и первые меценаты. В 1837 году была открыта Вятская публичная библиотека. Сейчас эта библиотека известна... Библиотека имени Герцена, безусловно. Да, под именем Александра Ивановича Герцена. Ну, и как раз очень многие купцы внесли пожертвования на открытие библиотеки. А на сами книги? Да, пожертвования были не только в денежной форме. Ну, и вот, например, купец из Яранской Беляев подарил книги Пушкина. То есть были вот и... Год смерти 1837? Да, да. Год смерти, как раз. То есть это, получается, прижизненное издание, считаю, Александра Сергеевича. Вот. И у купцов появляются очень интересные идеи относительно библиотеки. Ну, в частности, вот уже с самого открытия купцы задумали построить здание, отдельное здание для библиотеки. Это здание должно было стоять на Хлебной площади, сейчас это театральная площадь. Вот. Ну, так получилось, что средств было собрано недостаточно, и затем вот этот кирпич пошел на сооружение Александра Невского собора. Библиотека располагалась в разных зданиях, пока в середине XIX века не было приобретено здание, где сейчас располагается библиотека. Ну, Александр Невский собор, я уточню, это нынешняя филармония. А, да. Это место, где находится нынешняя филармония. Ну, то есть вот появляются люди, которые проявляют интерес уже и к науке, и к искусству. Вот. И среди первых вятских меценатов были купцы Гусевы, опять-таки Машковцевы, Лизанцевы. То есть традиционная вятская фамилия, всем хорошо известная. Купцы стали вкладывать свои средства и в образование. В 1811 году, раньше в библиотеке, была открыта вятская мужская гимназия. Вот. И губернатор Фундратке объявил подписку для открытия гимназии. Денег в казне тоже не хватало. Вот. И была собрана приличная сумма, и в основном вкладчиками были купцы. Причем купцы из разных вятских городов. И особенно отлучился купец из города Ружума Матвеев, владелец винокуриного завода, который пожертвовал пять тысяч рублей. По тем временам это были огромные деньги. Огромные деньги. Вот. И благодаря частным пожертвованиям в 1811 году была открыта вятская мужская гимназия. получившая название Вятского университета. Я так понимаю, это современный перекресток Свободы Испасской? Да. Свободы Испасской. Такой очень красивый дом. Угу. Угу. Вот. До этого в этом здании располагалась усадьба Ивана Степановича Машковца. Угу. Одна из представителей вятского купечества. Очень яркий представитель. И вот этот дом, где располагалась мужская гимназия, вот тоже очень интересен, потому что в 1824 году в этом здании побывал Александр I, будучи в поездке по вятской купельни. Угу. А сначала здание гимназии были другими. Вот этот дом гимназии приехал где-то в 40-е веку. Давайте сейчас перейдёмся на небольшую рекламу. Я напомню, что эта программа сделана в вятке. Мы беседуем здесь с Михаилом Судовиковым, директором Кировского областного украинского музея, доктором исторических наук, профессором кафедры отечественной истории ВГГО, Ксенофон Алексеевич Анфилатов. Я думаю, что после перерыва о его личности мы заведём речь. Так, сделаны в вятке. Продолжаем наш разговор. Первая половина XIX века. Развитие предпринимательской сферы в нашей губернии, вятской губернии. Вот Ксенофон Алексеевич Анфилатов. Тот человек, благодаря которому в Слободском, в урожении Слободского уезда, появился первый общественный банк в стране. Вообще идея организации этого банка в чём заключалась? Почему? 1809 год, да? Да, в этом году банк был учреждён, но открыт он был в следующем году, в 1810. Поэтому, когда отмечали столетие банка, то отмечали в 1910 году, в год открытия этого учреждения. Вот. А причины открытия банка очень хорошо объяснил сам Ксенофон Алексеевич в одном из своих писем министру коммерции Николаю Петровичу Румянцеву. Вот. Ну, Анфилатов сетовал на то, что очень много разорений, вот, из-за того, что нет системы кредитования. А казалось бы, ведь он тоже купец, он тоже предприниматель. Кто-то разоряется, ему выгонят конкуренцию. Ну, вот, были годы, когда... Или всё-таки вот он с таким пониманием... Да, с пониманием и с заботой о других купцах и о, ну, развитии в целом вот местности, да. Вот. Он понимал, что многие предприниматели, они же должны ежегодно были ещё свой капитал подтверждать, чтобы получить вот купеческое свидетельство, да, не способны это делать. Вот. И вот такая вот нестабильность как раз и привела к тому, что Синафон Алексеевич решил, что необходимо организовать общественный банк. Вот. Вложил 25 тысяч рублей. Это невероятная астрономическая сумма. Вот. Но в учреждения этого банка внесли вклады и другие купцы города Слободского. Вот. И такой банк был открыт. Причём очень интересно тоже, что Синафон Алексеевич сам написал устав этого банка. И этот устав дальнейшим был опубликован в полном собрании законов Российской империи. Как, то есть, нечто уникальное, да? Ну, раз первый, да, конечно. Он был утверждён императором. Вот. И этот устав получил силу закона. Это означало, что по этому уставу могли открываться общественные банки в других городах Российской империи. Но они и стали открываться. И они стали открываться. Вот на период начала 20-го века в стране существовало 286 общественных банков. И практически все эти общественные банки были открыты по уставу, который был написан Синафон Комолицейский. А кстати, почему тут вот именно термин «общественный» присутствует? Сейчас ведь просто банк. Банк – банк. Ну, банки бывают государственные. Госбанк в России был открыт очень поздно, в 1860 году. Вот. Существовали до этого дворянские купеческие банки. Общественный банк предполагал, что этот банк будет открыт в том или ином городе и будет открыт с помощью вот общественных вкладов. вкладов купцов. Вот. Инициаторами должны были быть купцы. Вот. И почему еще общественные? Потому что вот эти банки, они находились под ведением городских дум. Вот. То есть городская дума следила за всеми оборотами в этом банке. Назначал управляющего. А в городской-то думе эти же купцы, в том числе и были? Да. Эти же купцы. Вот. И, ну, вот, понятие «общественный» означало, что банк контролировался органами общественного самоуправления. Каковыми и были городские думы. Кто мог получить займы, кредиты? Какие категории? Могли получить купцы, вмещания, ремесленники того города, где открыт банк. Вот. То есть банк был городской, он был предназначен прежде всего для жителей конкретного города. И вот банк Анфилатова, ну и впоследствии другие общественные банки, они были очень привлекательны для местных купцов, потому что, ну, там была очень хорошая ставка годового процента в 6% годовых. То есть берешь 10 рублей, должен вернуть им 16. Да. Ой, меньше, чтобы. Да. 100 рублей взял, 106 должен вернуть. 106 вернуть, да. И вот такая ставка 6% годовых, она, в общем-то, была очень привлекательна. И поэтому эти банки широко стали развиваться, вот, и открылись в дальнейшем, на протяжении 19-го, начала 20-го века во всех городах Вятской губернии, ну и в целом по России. Вот все равно, вы знаете, вот очень интересно, у Псенофонта Алексеевича Анфилатова были разные периоды в жизни. Вот. В конечном итоге он разорился. Да, об этом известно. Вот. Но его банк продолжал существовать, и он не попросил у банка ни копейки для того, чтобы как-то улучшить свое финансовое состояние. Вот. Ну, то есть вот такой высокой морали был он, этот предприятие. А давайте поподробнее о Псенофонте Алексеевичу. Что за происхождение? Псенофонт Алексеевич имел… …виды деятельности. Обычное для многих вятских купцов происхождение. Он был из родов государственных крестьян, которые разбогатели на торговле. Отец и дядя Ксенофонта Алексеевича записались сначала в цеховые города Слободского, а затем в 1775 году они выкупили купеческое свидетельство по второй гильдии. Ну, и затем в 1785 году, когда вышла жалованная грамота города, ну, очевидно, уже капитал был очень солидный, они объявили капитал по первой гильдии. И первоначально Ксенофонт Алексеевич… Сколько Вы говорили, 10 тысяч рублей? 10 тысяч рублей… Да, 10 тысяч рублей надо было объявить, ну, от 10 тысяч рублей по законодательству. И Ксенофонт Алексеевич Анфилатов вел совместную торговлю вместе со своим отцом и дядей. Ну, судьба у Ксенофонта Алексеевича была не очень такой жадостной, рано умерла мать. Вот. И, ну, с малолетства он занимался торговлей с отцом, работал. Вот. В 1790 году Анфилатов купил первый свой корабль под названием «Доброе товарищество». Это был двухмачтовый корабль на 70 мест, как он в исторических документах упоминается. И наличие корабля позволило Ксенофонту Алексеевичу Анфилатову вести торговлю без посредников. То есть самому отправлять свой товар за границу. И в документах конца XVIII века можно проследить географию поставок вятских товаров за границу. И называются такие города, как Лондон, Амстердам и Гамбург. Ну, то есть это те города, куда Сенофонт Анфилатов отвозил вятский хлеб, отвозил лён, торговал салом. Вот. И впоследствии вот ему пришла очень интересная идея. Вот. Многие процессы не только общероссийские, но и мировые отражались на вятском купечестве. Время начала XIX века. Это время наполеоновских войн. Вот. И время, когда была объявлена континентальная блокада Англии. Вот. И вятка терялась. Теряла своего партнёра. Вот. И Ксенофонт Алексеевич стал думать о том, с кем можно ещё торговать. И к нему пришла просто невероятная идея отправить свои корабли в североамериканские Соединённые Штаты. Это было тогда молодое, очень молодое государство. У североамериканских Соединённых Штатов, ну это название США современное, да. Ещё не было дипломатических отношений с Россией. Но в 1806 году, благодаря торговому каравану, который организовал Ксенофонт Алексеевич Анфилатов, появились экономические, деловые отношения. Какая-то открытая точка на карте США? Куда наши корабли прибыли? Значит, наши корабли прибыли в два американских города. Это в Бостон и в Нью-Йорк. В Нью-Йорк. Вот. И, в общем, действительно, операция была очень рискованная. И Ксенофонт Алексеевич Анфилатов, очевидно, не предполагал, что он при своей жизни может дожидаться возвращения обратно своих кораблей. Поэтому очень многие документы, тоже очень интересный такой исторический факт, он оформлял на своего сына, который должен был стать продолжателем славных дел Ксенофонта Алексеевича. А сохранились какие-то записки Ксенофонта? Вот его, не знаю, переживания, эмоции? Вам попадались эти документы? Вы знаете, сохранились, сохранились. Более того, они были опубликованы еще в начале XX века. Сохранились письма Ксенофонта Алексеевича, скажем, министру коммерции Николаю Петровичу Румянцеву, где Ксенофонт Алексеевич объясняет очень многие свои поступки, зачем это он делает. И в этих письмах звучат очень многие такие патриотичные фразы «На благо дела», «На благо России». Да, то есть, вы знаете, когда читаешь эти письма, то вот такой государственный масштаб идей Ксенофонта Алексеевича, он очень ярко прослеживается. Михаил Сергеевич, я все-таки предлагаю уже о личности и дальнейших процессах, в плане о личности Ксенофонта Алексеевича Филатова и дальнейших процессах в развитии вятского предпринимательства уже в следующей программе поговорить, потому что истекает время у нас этой программы незаметно. Он стал очень богатым. Безусловно, да, мы говорили о том, что 19-летний – это один из самых богатых на событиях, да, периодов отечественной истории. Я хочу сказать спасибо партнеру программы, сделанной в вятке компанией «Ветич», которая приглашает всех нас, кстати, отпраздновать фестиваль «Октоберфест», который стартует уже в эту субботу, 19 сентября. Фестиваль пройдет во всех заведениях компании «Ветич». Разумеется, речь идет о богатом праздничном меню и особом сорте пенного напитка. Этот, кстати, напиток – результат особой праздничной варки. У него есть отметка «Октоберфест», также его можно найти во всех магазинах города. Не обязательно ехать на родину праздника – в Германию, в Баварию. Кстати, известный кировский блогер «Ветич» тоже туда не поедет. Вместе с друзьями из Москвы и Петербурга он будет праздновать «Октоберфест» в нашем городе. Они пройдут с экскурсией по Кирову, а также побывают на экскурсии непосредственно по заводу «Ветич». Записаться на экскурсию, причем бесплатную, можете и вы, все желающие, номер телефона для записи 376-400. «Октоберфест» в заведениях компании «Ветич» с 19 сентября по 4 октября. Спасибо еще раз. До новой встречи. Всего доброго.